Итак, благодарю моих коллег. И, как я уже сказал, мы продолжаем нашу первую вводную сессию форума 2015 года. Я хочу особым образом поблагодарить министру Марию Эленобовске, которая, несмотря на свою занятость государственными делами, нашла всё-таки возможность и время для того, чтобы почтить наш форум своим присутствием. Темы нашей сессии частично уже были обозначены в выступлении Антонио Фарлико. Но речь пойдёт ещё раз о следующем. В государствах Центральной Азии сегодня проходят глубокие процессы экономических преобразований. И этими процессами руководят, с одной стороны, Евразийский экономический союз, в который вошли определённое число государств, и который сейчас значительно расширил свою зону влияния. Это, по существу, региональный интеграционный проект, который мы наблюдаем и в других частях мира, в частности, в Латинской Америке и в Юго-Восточной Азии. Второй процесс, очень существенный, о котором необходимо упомянуть, касается китайского проекта, который носит название «Шёлковый путь». Это проект, который ставит задачу создать инфраструктурную сеть, включая железнодорожную, дорожную инфраструктуру, логистические платформы, для того, чтобы определённым образом сблизить Азию и Европу. Сегодня, разумеется, в первую очередь мы говорим об экономических процессах, а это процессы не всегда быстрые, они требуют значительного количества времени, прежде чем будет зримо наблюдаться определённый эффект. Тем не менее, это процессы, которые могут радикальным образом преобразовать экономику государств Центральной Азии. Мы уже наблюдаем первые признаки изменений после первого этапа преобразований, который касается, как я уже говорил, в первую очередь создания Евразийского экономического союза. Безусловно, нынешняя обстановка не способствует тем процессам, о которых мы говорим, потому что сырьевая ориентированность и политическая обстановка иногда просто замедляют эти интеграционные преобразования. Но, тем не менее, как я уже сказал, процессы происходят, в первую очередь, в Центральной Азии и ещё восточнее, в Китае. Но интерфейсом, по сути, всех этих преобразований является Российская Федерация. И мы видим, что происходит не только интеграция, но между этими государствами наблюдается определённое соперничество. Но это естественно, такие факторы, они чередуются между собой. Тем не менее, я хочу бы напомнить, что когда состоялся визит в Москву в мае месяце президента Китайской Республики Ксик Цзиньпина, президент России и Китайской Республики подписали договор о сотрудничестве между странами Шёлкового пути и государствами Евразийского союза. И, как я уже говорил, второй стороной в общем плане этих процессов является и Европа, поскольку она неразрывно вовлечена в эти процессы. И я бы сказал, что Италия должна с огромным вниманием относиться к тем преобразованиям, которые происходят в настоящее время, потому что создаются новые экономические центры в силу того, что определённые экономические механизмы, которые предопределили рост не только Китая, но и всех стран Юго-Восточной Азии, эти механизмы меняются, и в будущем, возможно, будет нереально вести речь о тех темпах годового роста, которые наблюдались до последнего времени, но одновременно образуется новый потенциал роста в других регионах. Вот почему я говорю, что создаются новые центры экономического развития. В заключение хочу сказать, что на завтрашней сессии, а также и сегодня, мы более углублённо поговорим о различных аспектах вот этих сложных экономических процессов преобразования последнего времени. Ну, я заканчиваю и передаю слово министру Марии Ленобовске.